Накануне в столице произошли два ДТП, причем в авариях пострадали дети. Виталий Абрамов подробнее. Накануне прямо у автовокзала автобусную остановку не поделили сразу две маршрутки. Корейский автобус влетел в наш отечественный паз. Весовая категория оказалась разной, и у нашего пазика пассажиры не смогли устоять на месте. В итоге у 35-летней женщины врачи обнаружили перулом копчика, а бедная девочка, которая приехала на каникулы, получила подвывих шейного позвонка. Водитель автобуса ДЭО, стаж вождения которого составляет 15 лет, в объяснении написал, что ехал по маршруту и при заезде в карман остановки транспортное средство заскользило и ударило впереди стоящий паз. Врач-нарколог не выявил состояние опьянения, мужчина был трезв. Еще одно ДТП с участием ребенка произошло на улице Зержинского. Водитель ДЭЛИКИ при движении задним ходом наехал на женщину, на руках которой находился двухлетний малыш. Ну, когда сдавал назад, то посмотрел по боковым верхолам. Получается, просто не заметил. Позже ребенок был госпитализирован с травмами органов брюшной полости. При проверке документов житель Намского района не смог предъявить водительское удостоверение, так как его попросту у него никогда и не было. В объяснении водитель микроавтобуса написал, что когда его отец вышел из автомобиля, сын решил переставить иномарку на другое место, но не заметил женщину. На бесправного водителя составлен административный материал по части 1 ст. 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, что влечет наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. По факту обоих происшествий ведутся административные расследования. Также хотелось бы напомнить, что в настоящее время у школьников продолжаются весенние каникулы. Так что водителям стоит проявить максимальную аккуратность при появлении детей возле проезжей части. Кроме того, в эту пятницу и предстоящие выходные на столичных дорогах пройдут массовые проверки. Виталий Абрамов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.